Приветствую! Наверняка многие из вас видели фоновое небо в играх или приложениях. Оказывается, оно называется картой окружения и используется не только в играх, но и в приложениях для работы с 3D-моделями. Карта окружения необходима, чтобы создать более реалистичное освещение предметов на сцене. И оказывается, данная методология создания более реалистичного окружения на сцене с помощью карты окружения работает по очень интересным физическим законам, которые берут свою основу из такой прекрасной сферы, как радиометрия. В этом видео разберемся, как добавить в свой 3D-игровой движок освещение на основе карт окружения. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чего-нибудь тепленького и приступайте к просмотру туториала. Погнали! Будем использовать свертку карты окружения. Для того, чтобы свернуть карту окружения, мы должны вычислить интеграл для каждого выходного значения направления W0, дискретно сэмплируя множество направлений W и T по некоторой полусфере ω. Направление в данном случае это вектора от источников освещения до точки P. Берем усредненную дистанцию. Полусферу, которую мы в результате получим на основании некоторых выборочных направлений W и T, будет ориентирована в направлении W0. Это и есть искомое направление выборки, которую мы сворачиваем. Напишем уравнение рассеивания для данного случая. Такая предварительно вычисленная кубическая карта для каждого направления выборки W0 хранит в себе результат интеграла. Рассеивание. Именно такая кубическая карта известна как карта освещенности. Такая свернутая кубическая карта эффективно позволяет нам напрямую измерять освещенность сцены с любого направления. Возьмем стандартный вершинный шейдер, а фрагментный шейдер мы будем использовать следующим образом. Раскрашиваем каждую часть куба. Для этого берем направление выборки фрагмента, интерполированные из локальной позиции куба. Затем используем данный вектор направления и переходим от сферической в декартовую систему координат. Напрямую сохраняем результат во фрагмент грани куба. Данные действия необходимы, чтобы перевести равнопрямоугольное изображение в кубическую карту. Мы будем отрисовывать единичный куб и проецировать на него, на его грани, равнопрямоугольную карту. Один и тот же куб будем визуализировать 6 раз, просматривая каждую отдельную грань куба и записывая результат, то есть картинку, с помощью объекта фреймбуфера. Нам также потребуется сгенерировать соответствующие цветовые текстуры кубической карты, предварительно выделив память для каждого из 6 изображений. У нас есть два объекта, FrameBufferObject и RenderBufferObject. Мы их сначала создаем, затем привязываем и далее ключевой момент использовать Storage, хранилище буфера отрисовки. Далее перейдем к реализации генерации цветовых текстур кубической карты. Сначала генерируем текстуры, затем их привязываем к карте кубической, после чего пробегаемся в цикле и сохраняем значения каждой стороны в формате числа с плавающей точкой. В некоторых источниках принято данный формат также называть число с плавающей запятой. В данном случае оно является 16-битным. Оно же по-другому называется число половинной точности и занимает в компьютерной памяти половину компьютерного слова. 16-бит. Далее задаем стандартные параметры для изображений и говорим, что это изображение является текстурой кубической карты. И вот мы готовы настроить матрису проекции. Будем использовать угол обзора, Field of View, 90 градусов, чтобы захватить всю поверхность. Но прежде чем это сделаем, необходимо подгрузить HDR к карту окружения. Будем использовать стандартную библиотеку, STBI, и также, как мы ранее грузили текстуры для моделей, будем загружать изображение окружения в формате HDR. Это специальный формат изображений для именно данной задачи. А какие типы изображений окружения, улица, квартира, дом или может быть какой-то пейзаж уже использовали в 3D программных пакетах или игровых движках? Напишите в комментариях, уж очень интересно знать, что вы используете для визуализации. После того, как мы загрузили HDR карту, необходимо ее будет высвободить из памяти с помощью функции STBI Image Free. На этом этапе мы успешно подгрузили HDR карту. Что дальше? Теперь необходимо задать матрицу проекции с углом обзора в 90 градусов. Как ранее говорилось, это необходимо, чтобы захватить всю грань и визуализировать куб 6 раз, сохранив результаты в кадровом буфере с плавающей запятой. Ровно так же, как мы в цикле отрисовки представляли матрицу проекции, задаем предварительную матрицу проекции, которую называем Capture Projection. Далее берем матрицы просмотра, look at, и как бы смотрим на каждую из граней куба и делаем по сути скриншоты. Мы эти матрицы далее передадим в шейдеры. И таким образом будет создаваться эффект неба вокруг игрока. Как будто бы он помещен внутрь какой-то планеты, и у планеты есть облака и небо. Теперь же мы должны преобразовать равнопрямоугольную карту окружения в эквивалент кубической карты. Передаем в шейдер Equirectangular to Cubemap Shader, матрицу проекции, которая является Capture Projection. Далее активируем текстуру и передаем текстуру HDR Texture. Размеры области просмотра в Viewport задаем соответствующие, в данном случае 512 на 512 пикселей. Можете поэкспериментировать с другими значениями и отрисовать окружение с более высоким разрешением. Берем привязку цвета к фреймбуферу и переключаем цель текстуры для каждой грани кубической карты. И рендерим сцену в одну из граней данной карты. После чего необходимо написать очень простенький шейдер для скайбокса, чтобы отобразить кубическую карту вокруг игрока. Посмотрим как данный шейдер выглядит. Для начала необходимо избавиться от элементов, которые отвечают за положение объекта, то есть линейные координаты. Удаляем их из матрицы просмотра ViewMatrix и оставляем по сути только элементы связанные с поворотом. Помним, что у нас результирующая матрица получается перемножением матрицы проекции на матрицу просмотра и на некоторый вектор. Трюк со значением XYWW необходим, чтобы удостовериться, что максимальное значение глубины фрагмента всегда будет находиться в диапазоне от 0 до 1. Затем фрагментный шейдер напрямую сэмплирует кубическую карту окружения, используя значение позиций фрагмента куба. Также не забудьте, что необходимо использовать гамма-коррекцию и тональную компрессию для HDR. Чтобы произвести операцию сэмплирования, мы как бы делаем выборку из карты среды, используя интерполированные позиции вершин куба, которые напрямую соответствуют правильному вектору направления для выборки. Поскольку мы компоненты перемещения камеры игнорировали, рендеринг этого шейдера поверх куба должен дать нам карту окружения в виде неподвижного фона. Проинтегрируем интеграл отражения по сферическим координатам θ и φ. Будем сворачивать освещение окружающей среды, которое мы преобразовали в кубическую карту. Существует множество способов свертки карты окружения. В этом видео мы сгенерируем фиксированное количество выборочных векторов для каждого текстеля кубической карты вдоль полусферы Омега. Получим равномерно распределенное количество выборок. Профессионалы доверяют Киберкала Лерн и изучают интенсив 3D-игровой движок на C++. Это продвинутый набор видеоматериалов и эксклюзивных проектов для всех желающих. 3D-игровой движок на C++ позволит тебе создать свой собственный 3D-движок или приложение абсолютно с нуля на языке программирования C++. Хочешь сделать свое 3D-приложение и разобраться во всех тонкостях работы любого игрового движка, добро пожаловать на Киберкала Лерн по ссылке в описании. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив 3D-игровой движок на C++. Вы элита школы Киберкала. Дискретная выборка по полушарию с учетом сферических координат преобразуется в следующий код фрагментного шейдера. Нам необходимо задать два вектора. Направление вверх и направление вправо. Up and right. Соответственно, вектор вправо получается с помощью нормализации векторного произведения вектора вверх на нормаль к поверхности. Вернее, на нормаль фрагмента. Далее необходимо нормализовать векторное произведение, нормали и вектора вправо. После чего у нас получится вектор вверх. Указываем фиксированное значение дельты, сэмпл дельта, для пересечения полушария. Уменьшение или увеличение дельты выборки соответственно уменьшит или увеличит точность. Теперь нам необходимо пробежаться по двум сферическим координатам. Фи и тета. Используем двойной вложенный цикл. Будем преобразовывать координаты в декартовую систему координат. То есть мы определим тройку векторов выборки. Затем преобразуем выборку из касательного Tangent Space в мировое пространство World Space. Ориентированное вокруг нормали. Далее будем использовать вектор выборки для непосредственной выборки карты Environment Map в HDR. Одним из последних этапов является добавление результата каждой выборки к освещенности, которую в конце необходимо будет поделить на общее количество взятых образцов. И таким образом получим среднее значение выбранной освещенности. Обращаю ваше внимание, что масштабируем выбранное значение цвета на косинус тета. Из-за того, что свет оказывается слабее под большими углами. И по аналогии для верхнего полушария мы используем домножение на синус тета. Это достаточно примитивная тригонометрия для такого пространства координат. К слову, Environment Map это есть не что иное, как кубическая HDR карта, которую преобразовали из равноугольной карты окружения в HDR. Свертка применяет некоторые вычисления, преобразования к каждому образцу из набора данных. С учетом всех других образцов, входящих в данный набор данных. Набор данных в данном случае предоставляет собой карту освещения или карту окружающей среды. И вот мы немножечко приоткрыли двери в мир статистики и нейросетей. Все аналогично. Теперь нужно создать кубическую карту освещенности. По аналогии с тем, что было сделано ранее. Отдельно хочу уделить ваше внимание на том факте, что карта освещенности равномерно усредняет все окружающее излучение. И поэтому она не содержит большого количества деталей. Поэтому мы можем хранить карту с низким разрешением. В данном случае я предлагаю использовать разрешение 32 на 32 пикселя. Переходим к следующему этапу. Используя шейдер свертки, в нашем случае это Irradiance Shader, в котором у нас есть Convolution свертка, мы визуализируем карту среды Environment Map аналогично тому, как мы делали это для кубической карты. По сути, проецируя все, что происходит на каждую из граней куба. В итоге, карта освещенности представляет собой диффузную часть интеграла отражения, накопленную от всего окружающего непрямого света. Поскольку свет исходит не от прямых источников света, а от окружающей среды, мы рассматриваем как рассеянное, так и зеркальное непрямое освещение. В сумме эти два освещения дают нам окружение, то есть окружающее освещение. Идем в PBR Shader и добавляем заранее рассчитанную карту освещенности в качестве сэмплера куба. Учитывая карту освещенности, которая содержит весь непрямой рассеянный свет сцены, получить освещенность, влияющую на фрагмент, так же просто, как и получить образец текстуры с учетом нормали к поверхности. Однако, поскольку непрямое освещение содержит как рассеянную, так и отраженную часть, нам необходимо соответствующим образом внести веса в часть, которая отвечает за рассеивание. Подобно тому, как мы делали в предыдущем видео, используем уравнение Френеля для определения коэффициента непрямого отражения поверхности, из которого получаем коэффициент преломления или диффузии. Так же вводим коэффициент шероховатости в уравнение Френеля Шлика. Обязательно после инициализации конвейера необходимо сбросить фреймбуфер. И нам остается использовать шейдеры на определенном этапе отрисовки. Задаем предварительно некоторые параметры для PBR шейдера, передавая предварительно интересующие нас значения для входящих переменных, объявленных в шейдере. В нашем случае это Irradiance Map, Albedo. Не путайте Albedo с Base Color. Многие думают, что это одно и то же, но Albedo это более расширенный термин, а не просто свет. Albedo применяется как раз в физически базовом рендеринге, подчеркивая, что у нас свет накапливается, а также может преломляться и отражаться. Задаем Ambient Occlusion и используем шейдер для, собственно, неба. Background Shader. И по традиции меняем pipeline для того, чтобы отрисовать новую сцену. Первое, что нужно сделать, нужно предварительно вычислить некоторые параметры, которые необходимы для отрисовки окружающего пространства. В остальном цикл отрисовки практически не изменится. Мы также по-прежнему отрисовываем некоторые сферы. В данном случае я буду использовать такие параметры, как Metallic. Мы введем еще и шероховатость сфер. И для наглядности я уберу текстуры со сфер и буду просто варьировать параметрами Metallic и Roughness, чтобы вы видели, насколько влияет окружение на непосредственно визуализацию конкретного материала сферы. Шероховатость усечем в диапазоне от 0,025 до 1. Источники освещения остаются прежними. Далее нам необходимо последним этапом отрисовать окружающее небо. Skybox. Skybox всегда отрисовывается последним. Используем Background Shader. Туда передаем матрицу View. Активируем текстуру 0. И передаем туда Environment Cube Map. Опционально сделаем возможность отображения Irradiance Map. Вот этой карты, которая накапливает освещение от непосредственно текстур, формирующих Skybox. И давайте попробуем сделать плейтест. Видим, что у нас действительно получился куб, что не очень корректно. Давайте исправим баги, потому что мы же все-таки хотим, чтобы у нас была сфера, в которой мы находимся. Ранее была ошибка, необходимо использовать Render Buffers на этапе задания кадрового буфера. Давайте отметим ваш успех. Вы справились и получили вот такую интересную картинку, в которой можно увидеть, что окружение влияет на восприятие материала сфер. Фактическое вычисление освещения на основе изображения довольно просто и требует только одного поиска текстуры по сути в кубической карте. Большая часть закадровой работы заключается в предварительном вычислении или свертке карты освещенности. По-прежнему результат вдохновляющий, но он еще далек от идеала, потому что металлические сферы требуют некоторой формы отражения, поскольку металлические поверхности, как известно, не отражают рассеянный свет, а он в данном случае исходит только от точечных источников света. Изменим параметр Albedo и смотрим на прекрасные белые сферы. Тем не менее, вы уже можете на взгляд сказать, что сферы кажутся более уместными в окружающей среде. Поверхность сфер реагирует на окружающее освещение. И вот как выглядит карта Irradiance Map. Не пугайтесь. Правильная Irradiance Map выглядит как сильно размытое изображение, полученное из исходной HDR карты. Напоминаю, что исходный код можно найти по ссылке в описании в интенсиве 3D-игровой движок на C++. В следующей серии добавим косвенную зеркальную часть интеграла отражения, и тогда мы увидим полную мощь Physical Based Rendering, физически обоснованной отрисовки. Надеюсь, данное видео понравилось. Ставь лайк, подписывайся на канал. Я же благодарю за просмотр.